Только что в Хьюстоне состоялся турнир UFC 271, где главным событием шоу стал титульный реванш в среднем дивизионе между чемпионом Израилем Адысаней и экс-чемпионом в этом весе Робертом Уитекером. Схватка продлилась все пять раундов, Адысанья праздновал победу. Давайте сейчас разберемся во всех подробностях. Вы смотрите канал Антона в ММА. Самое интересное, самые главные новости на эту минуту. Поддержите лайком и погнали! Адысанья победил после спорного единогласного решения судей. 48-47 дважды, 49-46. Это был прекрасный бой. Роб действительно выложился по максимуму. Жаль, что проиграл. Уитекер сделал все, что мог против одного из лучших. И очень приятно смотреть на уважение, проявленное обоими бойцами. Представляю вашему вниманию результаты всех пар турнира. Внимание, если вы, друзья, еще не посмотрели бои, которые вам были интересны из этого турнира, то лучше перемотайте этот ролик на 10 секунд, потому что сейчас будут результаты боев. А теперь на ваших экранах результаты пар. Теперь давайте послушаем мнение и реакции болельщиков. Как по мне, Адысанья не победил. Ближе к ничьей или к победе Уитекера счет 49-46. Никакие ворота. Это ограбление. Как же тактически грамотно и выверенно провел поединок Уитекер. 4-1. Начиная со второго, Роберт перебил на руках. Плюс по тейкдаунам в каждом раунде Адысанья перестал кривляться, когда понял, что бой уходит. Но судьи решили иначе. Чемпион теперь в кавычках. Именно сохранил. Не отстоял, а сохранил. Роб провел бой грамотнее. Тактически выверенно и интересно. Адысанья не показал ничего, кроме кривляния и нескольких джебов. Скорее всего, он понял, что в полутяжах ему не светит, а в среднем с поясом лучше, чем без пояса. Поэтому и сохранил. По мне, Роб наработал на победу, но лысому виднее его хозяйство. Без сомнений, красавец Роберт. А судьи в этом случае педагоги и пианисты. Изи определенно выиграл раунд 1 и раунд 3. Уитекер выиграл раунд 5. Раунд 2 и раунд 4 были близкими. Но в конечном итоге Изи переиграл. А Уитекер ничего не сделал со своей борьбой. Без контроля, без урона, без угрозы подачи. Эй, Дана, пожалуйста, дай Робу реванш, пока он не победит. Я умоляю тебя, мое сердце было разрушено слишком много раз. Пожалуйста, дядя Дана, пожалуйста. 4 тейкдауна. При этом даже один не длится 3 секунд контрольного времени. И некоторые думают, что Роб каким-то образом выиграл этот бой. Если бы это были два ноунейма, судьи отдали бы этот бой Робу на 1000%. Пишите, друзья, с кем из комментариев вы согласны, с кем нет. Адесани спорно победил Уитекера в реванше. Тем самым довел количество своих побед в ММА до 22. При этом у него всего одно поражение. В марте 2021 в прошлом году уступил Яну Блоховичу в схватке за титул чемпиона по тяжелым весе. Это уже второй раз, когда Адесани встречается с Уитекером. До этого поединок, который состоялся в октябре 2019-го, завершился победой Исраиля нокаутом. Для Адесани это была четвертая защита титула. Близкий бой, друзья. Джастин Гэджи прокомментировал этот поединок такими словами. Уитекер собрал третий, четвертый, пятый раунды. А вот как Хамза от Чумаева отреагировал на бой. «Адесанье, легкие деньги для меня, нулевая борьба, один раунд, я собираюсь прикончить его». И, наконец, реакция лично Даны Уитек, как он отреагировал на данный поединок. У себя в Инстаграм начальник промоушена размещает вот такой ролик, где надевает пояс на Адесанию. В отличие от того же Нгану, где Дана не соизволил вручить чемпионский пояс. Тогда вовсе было сказано, что у Даны появились важные дела, и его не было в здании. Сегодня Дана здесь, лично вручает пояс. По лицу видно, что он полностью согласен с решением судей. А текст, которым он подписал ролик, гласит следующее. «И все еще чемпион Исраиля Десанья». Кто, по-вашему, друзья, победил? Как вам реакции болельщиков и Даны Уайта? И как думаете, Рофф вернется сильнее в третий раз? Должен ли быть третий бой между этими парнями? С вами был Антон в ММА. Увидимся в новых роликах. Всем добра и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok